Того, чтобы искренне, критично и честно заглянуть в свою душу, в свое сознание и посмотреть, что я делал, а самое главное, что я делал. Сейчас такое время, что каждый сам себе судья, каждый сам себе адвокат, каждый сам себе защитник и палач, в конце концов, сам себе. То есть это наша человеческая совесть, и взглянуть, а что я делаю, а что я не делаю, и где-то я правильно делаю, где-то я все на самотек бросил, где-то у меня что-то подвешено и так далее и тому подобное. Я очень благодарен Саше Вишкову, что в какой-то прекрасный день он мне подарил столько тетради, это образование, которое помогло мне взглянуть уже на то, что я делаю, на учение учителя, более качественно, более правдиво и более полезно для меня, для самого. Поэтому я долго не буду, не более 15 минут я буду выступать, поэтому если вы здесь с тетрадями, давайте начнем тогда с тетради, с выписки с тетради учителя, а потом я передам уже свой личный опыт. То тетради, они как бы мотивируют и зажигают меня к действию, особенно в то время, когда я начинал раздетым ходить с 2000 года. Я там находил именно ту поддержку, ту помощь, которую невидимый разговор вел со мной учитель, я это чувствовал, ощущал и притворял практически в жизни. Невидимый тот разговор, невидимый, который ведет с нами учитель, когда мы читаем тетради. Мы поразуемся, поразделимся, станем такими, как наша закалка. Он на своих ногах ходит, об уши, весь день напролет. Они у него задыхаются, не видят, не слышат того, чего есть в нашей матери природе. Ноги это и есть произвольные части тела. На них надо по земле ползать, естественно, чтобы они были энергичные, такими, как сама природа. Мы чувства такого не имеем. Мы окружены с вами не живым, а мертвым. Нас это утомляет. Человек не должен много знать. Это знание, оно людям ничего не дает полезного. Лучше знать меньше, чем мы знаем много. Человеку надо будет чувство, которое нужно природе. Мы с вами такие есть люди, со своим намерением, ожидаем своего. И долго мы ждем. Но дорога наша по земле такая. Мы ступаем со своими сапогами по земле. Никуда, кроме как только в могилу. А сапоги отрывают человека от земли. Значит, человек своей войной у природы. Не как вояка, а как трус. Схоронился. Ему эта неизменяемая погода не по душе. Он из дома без всякого приспособления свое тело не покажет. У природы господствует над телом климат. Если сурово, нехорошо. Человек не выходит из дома и не показывает себя природой. Тот, кто боится, он долго не живет. Он бессилен. Я по всему делу есть Бог. Хожу босика по земле. Учу людей здоровью. Чтобы они не болели и не прослуживались. Были сильнее. Вот, чего людям будет надо для жизни. Я признаю хождение босыми ногами по снегу. В любое время есть самое большое и хорошее, крепче не может быть здоровья. А у моей закалки, если она простоит, то ей становится лучше на все органы. Все просто. Вот мы сегодня ехали с Воронича, Москва. Позрался во второй этаж. Стали осознанно стоять. Осознанно голодать. Осознанно ходить босиком. Осознанно... То есть мы просто стали... Мы осознанно вышли босиком сегодня из центра. Я с работы вышел. Мы... Вот Анатолий сегодня говорил, не состоялся он босохождение. Но я как практик, я что-то имею право поэтому сказать. Первопричина неправильная мотивация. Или отсутствие правильной мысли, для чего ты это делаешь. И вот я когда выхожу из дома, я постоянно мотивируюсь. Для чего я это хожу. Еду в центр города, гуляю, встречаюсь, общаюсь. Мотивация у меня состоит из всего. Первое что. Ради идеи независимости человека в природе. Потом будет за мир во всем мире. Я дальше буду читать. За мир во всем мире. Ради здоровья и блага всего человечества. Чтобы идея вашего учителя процветала в природе. Чтобы... Учитель говорит, я хочу, чтобы вы стали моим помощником. Нашли природу обиженного человека и привели его к учителям. Это ваша основная физическая работа. То есть, учитель дорогой, давай вместе найдем обиженного человека. Давай приведем его к тебе и поможем ему вместе с тобой. Не я, а мы вместе с тобой на мир. Вот когда человек с правильной мыслью выходит в природу, в правильном состоянии, с правильным мотивом, как учителей, мотив, слово его, да? То природа отвлекается. И попадаются люди, попадаются интересные люди. Люди начинают спрашивать, люди начинают интересоваться, рассказываешь им, даешь им литературу, посылаешь их к себе там на страничку. Вот идет постоянная работа, каждый день буквально. Как только выходишь в люди, раздетые, с правильной мыслью, то это делать. То это очень важно, с какой мыслью, с каким мотивом человек выходит. Я признаю хождение босыми ногами по снегу в любое время года. Мое большое и хорошее крепче не может быть здоровья. Ну, на кузакалку поставить, так. А свое найденное не жалеет. Тайну передает. У меня, у меня все делать. Умеет все делать. Разувайся и раздевайся. И головной убор долой. Практика, она всем известная. Только надо будет к этому чего-то сделать. Когда все это прочитаешь, что это надо будет сделать, когда все это прочитаешь, чего нам учитель обо всем пишет. Мы тепло получаем не от сапог, а наоборот, мы сапоги обогреваем. Целый день носим на себе эту прекрасную фасоний одежду. Она не помогает, а мешает. Что может быть от этого хуже? Но мы привыкли умирать в этом. Надо в природе закалиться, чтобы быть человеком закаленным. А когда человек в природе закаленный, то он человек здорового характера. И вановые слова звучат. Мы давно их читаем за свое доверие, свою правду, которая находится у меня. Тайна говорит, вся тайна, разувайся и раздевайся вслед за мной. Это будет не моя тайна, а наша всех. Его как человека живого нарядили в мертвую недошевленную одежду. Она на нем спрела. Она его задушила. Не дала человеку энергично жить. А наоборот. Я сбросил с ног в летнее время обувь. Признал, что она отбирает силы. Ищу энергию для того, чтобы ноги сохранились в сапогах. И они больше страдают ревматизмом. Ведь в перерывах можно вопросы? Я не знаю, я уходила, задавали тебе такой вопрос или нет. Вот ты ходишь босиком, ты ноги отмораживал, у тебя ноги не болели? Да если человек нужен, отмораживал, болели. Но это лишь был опыт мой. То есть я отморозил для того, чтобы более качественно, более сознательно, осознанно подойти к первопричине той, которой я отморозил. Первопричина может лежать в нравственном плане, может в духовном плане быть, может быть в чемпионстве, которое мы иногда применяем. Вот в этом может быть первопричина. Я продолжаю тему закаливания и выхода человека в природу. То, которое я практикую 17 лет. Почти, почти 17 лет. Я иду с профессором. Он одет, как и все, в пальто. А я ему говорю, чтобы он попробовал хоть один день так походить, как я. А он так мне сказал. Ну вы все не знаете. Лучше я умру в пальто, чем буду умирать без пальто. А у человека живого сапог совсем нема. Есть свои живые, босые лапы. Он их бросает не даром, направо и налево. У него для этого мысль своя зародилась. Быть противоположником всему. Если человек возьмется испытывать холод, самое хуже в жизни нет. Но зато это все холодное и плохое, оно энергично все греет. И от этого все зарождается в человеке сила воли. Его побеждает любого врага. Я свое не присваиваю и никому не говорю, что это идея моя. Я только вас, как людей, прошу. Прошу вас, как людей. Разувайся и раздевайся. След за мной. Что я буду делать, то и ты. Это будет наш труд такой. Он не оплачиваем нигде никак. Тело не должно природе уставать. Он не должен природе на свою задницу, на свое место, на любое садиться. Всегда человек должен по природе босыми ногами при любой погоде. Он должен свою быстроту в своем сердце развивать. Это его любимая, навсегда неостанавливаемая работа. Тело не должно на своих порах ничего мертвого носить. А холод есть в природе Бог. Он любит тех, кто любит его. А мы от него больше прячемся, уходим от него. Учитель говорил и будет говорить. Если своего тепла в теле не будет, естественно, то техническое не обогреет. Лучше от всего этого живое, энергичное, которое окруженное воздухом, водой и землей. Здоровья к тебе нема. Ты его не сможешь стоять на своих ногах. Тебе надо, чтобы ты на чем-либо сел. У тебя есть оно, приготовленная скамейка. Есть стул, есть кресло. Есть для этого очень много таких местов, где человек бы смог после своей усталости переотдохнуть. Я, как естественный, невооруженный человек, стою на своем месте. Мне нетрудно стоять. То есть есть естественные категории, есть искусственные категории. Вот, естественные категории это одежда, дом, машина. Ну и сидячая поза это тоже искусственные категории. Тоже и мать много здоровья. А зачем я не кушаю или зачем хожу в такой форме? Мне как таковому человеку холодно и мне некрасиво. С меня люди смеялись, а я же не обращал внимания. Говорил им вслед за ними как таковыми. Смейтесь, смейтесь, а плакать вам придется. Они видели вроде дурака. Мы с вами можем ошибаться. Надо родиться в природе человеку, не знающим человеком. А потом побыть дураком. А уже с дураком надо вылезти умного, небывалого человека. Мы с вами растем. Носим на себе тяжелое. Это то, чего с вами на себе носим. И в этом деле не получаем пользы. Наше тело теряет свою способную энергию. А раз мы с вами ее недостаточно в природе получаем пользы, тело теряет свою способную энергию, мы не сильны, дать отпор своему врагу. Он молодежь всего мира поднимет на ноги и их разует. Как никогда будет просить природу. Она нам через это все смягчит, простит. Не станет нас так наказывать. Мы больше не будем сами с собой так воевать. У нас будет мир через босика ходить по земле. Мы все люди должны низко и так вот поклониться. И сказать свои такие вот ей слова. Ты же есть наша мать-кормилица. Ты нас родила. И должна нас по-своему воспитывать. По-природному. Как своего дитя. Чтобы она на тебе никогда не обижалась. Вот чего надо будет нашим. Вот чего будет надо. Мир во всем мире мир. И сейчас заканчиваю. Последнее. Поэтому всему моему выводу, кто ходит зимой и летом разрушив, тот завоим всю жизнь для врага не станет и не будет в природе зависимым от него. Вот о чем мы и говорим. Поэтому какие бы авторитеты ничего не говорили, как бы они не интерпретировались и не извращали и не перечеркали своим умом, это чистое, светлое мое намерение ходить босиком, правильно мотивировано, для пользы всех людей, им никогда не удастся меня сбить. Спасибо, Саша Вишкова, еще раз. Витя, 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 а вопросы можно? Конечно, можно. Вот у нас сегодня беседа была в доме, и мы как бы обсуждали такую тему, что вот человек как бы накапливает вот эту энергию через обливание там, через свои хорошие поступки, дается природой по чуть-чуть, по чуть-чуть, понемножечко. Но ты понимаешь, по 30 лет мы как бы вот в природе, и вот не умеем мы ее как бы вот сохранять. Подожди, не в том. И вот мы сегодня разбираем, каким путем мы теряем эту энергию. И у нас вопрос стал о еде. Теряется ли энергия человеком от того, что он кушает? Мы теряем больше энергию от пищи, от половых излишеств, от пищевых излишеств, от одежды излишества, от сидящей позы, очень много теряем излишества. Ну, обувь это само собой отрывает нас от земли. Мы теряем энергию на то же самое. Болтовня излишняя, ненужная болтовня отнимает энергию. Просто разговор был такой, что пища благословена учителям, она не может, мы не можем терять энергию от нее. Но наш же организм работает на переработку этой пищи. И это естественно... Понимаете, учитель принес намного небывалое. Без пищи, без одежды, без жилого дома. Это то, что отнимает у человека силы, энергии. Наш ум может это интерпретировать, извращать, подменять, манипулировать. Как хочешь. Ум. Мост человека. Мост человека, да. А разум, это вот равносильно. И вот я, допустим, выхожу, мотивирует. Ради идеи независимости. Ради мира во всем мире. Ради здоровья всего человечества. Чтобы на благо и славу всех людей. Чтобы идея учителя просветала. Чтобы мы нашли природу обиженного человека и привести его к учителю. Учитель, дорогой, ты впереди, я за тобой. Или я... Или ум, а ум мне надо сказать. Да куда ж ты идешь? Там же грязь. Да как же ты в автобус войдешь? Да что ж тебе люди скажут? Это говорит ум. Что ж тебе... Да тебе там ногу оттопчут. Да ты до первой полицейской дойдешь, и тебя там арестуют. Да зараза, вокруг ты же заболеешь. Зараза же вокруг, ты же заболеешь. Это говорит ум. А разум говорит другое. Посмотри, великая мать природа, какие хорошие люди. Какая природа. Какой бодрый, энергичный это лужа, эта грязь, через которую я пройду. Какая энергичная. Я ее люблю этим телом своим. То есть откидывая брезгивание, откидывая страх, открывая свое сердце, открывая свою душу, ты идешь в природу, в любые условия, и все будет хорошо. Если ты отбрасываешь эти негативные качества. Вот ведь мы пообщались в Воронеже, пообщались, и я просто... У меня большое желание с тобой вот дальше беседу эту продолжить. Понимаешь, вот я сейчас услышала, вот то, что ты читаешь, и у тебя как бы вот эти все выписки, они все идут на силе воли. На силе воли. На поступки. На поступки, да. Только на поступки. Сила воли. Просто поступки. А учитель просто... Вот слова учителя. А я закалку сделал через свою любовь в природе. И учитель много очень пишет о любви к природе. Потому что через любовь в природе, природа и раскрывается перед ним. Дело в том, что нам не надо разделять. Надо умело сочетать. И силу воли, без нее мы никуда не денемся. И любовь, и, как говорится, доброту свою. Наш ум он разделяет. А разум он умело сочетает. Он и сочетает восохождение, он и сочетает любовь к природе. А любить природу... Вот я вошел в лужу, я ее люблю, потому что мне от нее хорошо. Вот любовь. Я так понимаю. Я в эту холодную лужу вошел, мне хорошо в ней. Я вот здесь, говорю, аптека, поликлиника, она в этой луже. Она не там, вот, поликлиника, она в этой луже поликлиника. И чем грязнее я в лужу войду, и тем больше природа меня увидит, как я унизился, она меня сама и тогда и возвысит. А если я буду сам себя возвышать, то природа, она меня в эту лужу ударит. Почему я об этом говорю? Я практик. Это уже из личного опыта. Я как-то смотрю, вот у меня какой-то вот наступил период, нет движухи, давай, таким молодежным языком скажем. Как-то вот все это не получается. И мы шли с моими знакомыми, стояла старая-сталая раяка, грязная, вонючая лужа. И я когда в нее, в эту лужу, как поросенок залез, похрюкал чуть-чуть, вылез с нее. И вот после этого я потом пошел, искупался в реке. Мне все лето начали мне звонить, приезжать мне. Там, давай мы закаляться, расскажи, покажи. И я не заметил, как пролетело лето. И я говорю, что ж, я ничего плотского-то не сделал. А лето-то пролетело. Ну, думаю, слава Богу, хоть осень. Надо что-то делать и плотского, потому что я все время в живом потоке провел, в духовном потоке. Поэтому что? Поступок. Природа ждет от нас поступок. Какой? Осознатель. И если у нас что-то не получает, пусть он будет не совсем рассудный, но он будет заслуженный. И природа увидит наш поступок. И тогда вот этот мертвый пласт вот этих однобокостей, вот этого консерватизма, которого нездорового, который скапливается у нас, он сдвинется, этот пласт. И когда это сдвинется в пласт, то тогда у человека пойдет, у него движение, движение в духовном, движение в его делах, они тронутся с места. Ну, я еще хотел бы взять тему покаяния. Я вот из своего опыта хочу сказать, что бывает у человека такое, раз я про тупиковый момент, моменты заговорил, бывает у человека такой вот тупик, ему не помогает ни обливание, ни терпение, ни восохождение. Вот я на своем опыте говорю, но ничего не помогает. Но я тогда понимаю, что вот пришло время осознанного покаяния. Я тогда иду в природу, обращаюсь к учителю, к природе, плачу, вот, если это надо, вот, открываю свое сердце. И после этого я вхожу в воду. Это обязательно, это обязательно. Вот в этом состоянии, вот с этой просьбой, с этой мотивацией я хожу в воду. Когда я выхожу из воды, мне уже становится легче, я перестраиваю свою мысль, чтобы покаяние, оно не должно носить хронический характер. Оно должно иметь кратковременное, как бы, временной промежуток какой-то, кратковременный. И когда я выхожу уже, ну, как бы, я сразу перестраиваю мысль, и два показателя, что покаяние прошло нормально. Это первый, что тебе становится легко, и второй показатель, ты знаешь точно, что тебе дело дальше. И тогда, и тогда уже после этого, начинаются дела все нормально идти, человек знает, что ему делать. То есть, есть такие моменты, кроме как покаяния, долги кармические, давай так скажем, они больше ничем не снимутся. Кроме как осознанным покаянием. Может быть здесь, Володя, я хотел бы добавить, может быть здесь, не само слово покаяние, как вы считаете, а просто гордость, какой-то момент свою, где-то ты, кажется, что ты что-то достиг. А покаяние просто иметь такой момент религиозный, понимаете, каковременный и непостоянный. Костя, Костя, стоп. Костя, давайте говорить учителевыми словами. А без покаяния нашей души мы никакой мудрости природы не верим, не верить не будем. Все. Все. Кто это и учителевыми словами? Когда покаяние перед предыдущем. Давай, почему нет. Мы как раз, как раз, когда все мне рассказывали, вот сегодня как раз говорили, что тот человек показал вам, что мы когда начинаем просить своими мозгами, мозгами, ничего не получится. Как он сейчас сказал, что мозг должен отключиться, когда человек научится. Когда мы сердцем, сердцем, душем все получите. А в большинстве последователей просто именно мозгами. А мозг надо. Это визит, к ничему относится, к которому все будет прикрепляться и мешать. А сердце открывается только тогда, когда мы страдаем и болеем. Как ни странно. Не, ну все равно, все равно. Вот именно это по-моему понять, чтобы относиться к телу, я понял. Откнуться к душе. И чтобы душа действительно начало говорить. Ну вот он, извините, душа и сердце одно и то же, у нас вот просто был спор. Душа и сердце одно и то же. Не одно и то же. Ну давайте мне вопрос, и я сокращаю, потому что следующий выступает. Вопрос. Ты начал заниматься. Какой толчок у тебя был, почему ты в это учение пришел? Когда это было? Это было в 97-м году. Я пришел, потому что я, ну целесообразно выживаю. Мы потом можем любое там, контур на нее одевать, орнамент и так далее. Целесообразно выживаю. Вот оно так и было, потому что пил, курил, гулял, деньги материальные, ничего всего потерял, работу потерял, жилье потерял, жену потерял, дно жизни. Но так как я с детства занимался спортом, ну имел какую-то матрицу в себе, которая, она здоровая, ну пьянка, естественно, мне мешала, но все равно я, у меня такие временные были моменты, что я искал, искал. И не зная учителя учения, я начал ходить босиком, начал обливаться, и потом я понял, чего-то не хватает, начал голодать. Не зная учителя учения. И только потом, когда я, ну я это делал эпизодически, и неосознанно, и может быть примитивно. Но когда мне сестра дала детку, я прям посмотрел, мне воздействие, короче, когда в первое время я начинал заниматься, вот здесь вот какой-то вертизновый венец образовался, и от головы отходило много-много тоннелей таких вот, разного цвета, там более темный, более светлый, но одна прям прямая, прям прямая светлая-светлая тоннель от меня отходила вот прям из головы. Прямо отсюда. И много раз крутился ролик в такой голове, что я вот тону в дерьме уже, все, тону уже, все, и у меня только рука одна торчит, вот, и учитель подходит, меня взял вот так вот двумя руками, вытащил с этого дерьма, поставил, отрешнул и говорит, ты, детка, туда не спеши, мы еще с тобой, дел полезных здесь на дворе много. Витя, Витя, а что ты вот, как ты понимаешь, вот, слово ум, ум? Ну, есть линейно-логическое мышление, а есть, такое, как учитель говорит, чувство, духовное зрение, учитель говорит, для открытия духовного зрения нам необходима чистота и бесспрашие. Духовное зрение, да. У учителя есть такие слова, что мы в дальнейшем силой своего ума будем себя, как бы, поднимать. Дай, пожалуйста. Да, а если такие, да, нам ум не нужен будет, если мы сердца свои откроем, нам и голова, что там, не знаю, не нужна будет, когда мы сердца свои откроем. Поэтому, наверное, и то, и то нужно, и сила мыслей нужна. Я советскую власть ввел силой одной мысли. Поэтому и так надо, и так надо. Там же понимать слова, как сказано. Ну, главное, это поступок. Вот, сегодня почитал, вот, на эту тему, вот, значит, что, уходить в природу, а природа, это город, это тоже природа, и тоже можно ходить, и тоже можно творить. Поэтому, именно, ходишь, и людям, за учителя рассказываешь. Приход Бога на землю. Вот. Самое главное предназначение человека, это что? Служение. Пожалуйста, бесконечное поле, целая Москва. Служи. Рассказывай, передавай опыт, и так далее, и тому подобное. Вот. А это предназначение, высшее предназначение, служение Богу, человека на земле. Здесь. Вот. А цель наша, ну, мы все знаем, это новое общество бессмертных, независимых людей, живущих без потребностей. Ну, поэтому... Значит, можно людям говорить, что учитель это Бог? Что, который пришел на земле? Да уже давно, об этом не говорит, кричать надо, но знать, где и как сказать. Да. Ну, еще такой момент. это для всех. Не для всех. Он не для всех. Еще кричать Бог, 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 когда это будет та же самая религия. Да. Ребята, старайтесь не забывать, Бог это одно. Когда говорили там о Боге, они говорили, что это свет, то там... Подождите, подождите, еще, вы не путаете, еще такой момент. Богов очень много. Да. А Бог земли только один. Один, да. Виктор, а... Так что, и в Богах такие, и в Боге тоже разные есть. Поэтому учитель тоже сказал, я покажу иного иного Творца. Тоже это разные, не надо путать. И поэтому у вас еще, если говорить о Боге, все знасят церковь, а вы говорите о Боге земли, это будет совсем же другое. Никто вас уже в церковь не потащит. Это там какое-то... А большинство, большинство последователей, боятся сказать... Учитель боятся сказать, что Бог земли. Все говорят, что учитель Бог. Практика. Да, вот именно. Но не надо бояться, что сказать учителю, Бог земли. Чему мы боимся в основном последовании, что учитель для нас, Бог земли. А мы им все говорим, он Бог, Бог, Бог. А какой Бог? А он не какой Бог? Церковь готова. Физи... Подождите, вы... Вот внутреннее физическое ощущение, У меня болезни были. Дистония, аритмия, желудочно-кишечное расстройство, пил, курил. А как начал я заниматься, через 10 месяцев я начал просто летать. Просто летать от этой системы. Я вот с человеком разговаривал и отошел, я потом назад прибежал, я что-то забыл. Да у тебя и сумки с собой не было. Ты сумки был. Да столько мне легко стало, я просто летал. В эйфории просто летал. Настолько мне легко, хорошо стало. И все это дистония, аритмия, желудочно-кишечное, пить, курить и все ушло. Ну вообще другая жизнь пошла. Постепенно, да, или сразу? Ну через 10 месяцев, даже я раздеты не ходил уже, через 10 месяцев у меня. Валясь, внуши, пошло все, вперед-вперед. Ну у меня в подъезде сосед, у него тоже аритмия была, ему хотели ставить кардиостимулятор. Уже в таком состоянии человек был. И в течение года он отказался вообще от всех лекарств. Уже ему не нужны ни лекарства, ничего было. Не то, что уже ставить этот аппаратик. Да, ну и нам вот сейчас, последователям, которые мы постарше, вот то, что мы читаем в тетрадях, это для всех написано. Кто начинает, кто заканчивает. Для всех. И спасибо, что тетради есть. Они открывают глаза. Они вот это вот наносное все. Они прям берут вот так вот, раз, и все, скидывают и все. Оно не нужно. Религия это что? Попытка, вот этот первоисточник, это есть учение. А то, что наши личные фантазии, выдумки, это есть религия. Извращение первоисточника. Поэтому настолько важно читать первоисточник и по нём, по силам, по сознанию жить. Вот, да, самое главное, что не только читать, но и делать. То, что ты прочёл, увидел, надо и попробовать сделать. Да. Нам предлагают покинуть это помещение.